Допустим, если вы идете, надо идти так, чтобы было приятно, не быстро, не медленно, и идти надо достаточно долго. Вот, допустим, если вы ходите до получаса и потом дальше заканчиваете ходьбу, то вам будет только хуже. Вот если вы сможете преодолеть барьер 55 минут, то у вас начнет улучшаться здоровье. То же самое, если вы стоите неподвижно 15 минут, у вас будет только ухудшаться. А если вы сможете простоять 35 минут, у вас начнет улучшаться здоровье. Понимаете, то есть, когда человек делает все понемножку, то это может вызвать обратный результат. То же самое пост. Понимаете? Ну, то есть, нужно прилагать усилия, потому что старость отступает от того, кто хочет жить. А если человек понимает свое желание, что свое желание жить, он выражает с помощью вот этих трех аскез. Тогда его жизнь продлевается. Если же человек говорит, я не могу, значит, он подписывает себе смертельный приговор. Больше того, вы должны знать, как врач, что вообще мышление врачей, большинство врачей, оно неправильное. Потому что они считают, что если что-то болит, дальше нельзя двигаться в этом направлении. Ну, допустим, колено болит, нельзя ходить, они думают. Это полный бред. Понимаете? Колено болит, значит, мне не хватает энергии. Чтобы у него было больше энергии, для этого надо продолжать ходить. И тогда оно вылечивается. Просто нужно ходить без нагрузки, спокойно. Я, ну, по выходным, на лыжах, допустим, катаюсь. На лыжах кататься – это не то, потому что вы делаете резкие движения. Я вам и говорю. А те резкие движения, они увеличивают напряжение в организме. Нужно двигаться естественно. Естественно, движение – это ходьба или бег. Даже с палками ходьба уже хуже, потому что там тоже человек дергается. Понимаете? Нужно плавно, естественно, движение. Человек плавно двигается, и у него все восстанавливается. Как природа придумала. Не надо ничего сочинять. Природа же не придумала палки. Человек, естественно, идет вот руками, двигает ногами. Вот это его естественная жизнь. А бег еще лучше, потому что он вводит человека в такое, как бы, полузабытье. То есть это еще мягче движение, бег, чем ходьба. Но на него надо переключиться. Оно требует большего ресурса внутри в организме.